Сегодня страшная тема, почему гнет клапана. Основная причина это, конечно же, порванный ремень ГРМ. Стоимость которого это грязь под ногтями по сравнению с тем, что его обрыв может принести нам вам, не дай бог. А принести он может как раз таки повреждение клапанов, что зацепит ваш кошелечек. Причиной загиба может быть не только обрыв ремня, он может еще проскочить по причине, допустим, заклинивания помпы. И будет почти тот же результат. Но это бывает гораздо реже. В таких случаях распределительный вал, который отвечает за открытие и закрытие клапанов, останавливается, либо не совпадает с работой коленвала. А она, работа, в это время продолжается. И, как результат, поршни на огромной скорости влетают в клапана. И обламывают их, ну или загибают. Иногда это настолько критично и плачевно, что хочется всплакнуть. Конечно же, многие производители на многих моделях уже своих продумали этот момент. И за что я лично им благодарен. В таких моделях поршни имеют специальные проточки, которые позволяют избежать данных повреждений. Но не все машинки таковы. И будьте любезны, меняйте вовремя. Насколько вовремя? Конечно же, можно это все найти в рекомендациях производителя вашей машинки. Различные модели могут иметь разные интервалы замены. Ну, скажем так, в рекомендациях обычно идет от 50 до 100 тысяч километров. Более сотни это, скажем так, уже редкость. Что еще? Ну что, не пробегом единым. Я думаю, еще стоит учитывать возраст детали, а также условия эксплуатации автомобиля. По возрасту ремень обычно рекомендуют заменить, ну, где-то каждые 5-6 лет. Почему? За этот срок материал ремня может задубеть и потрескаться. Особенно при длительном простое вашей машинки. Что касается условий эксплуатации. Ну, тут имеется в виду погодные условия, перепады температур, местность. Что еще? Грязь, пыль там и так далее. Помимо этого, грязи и пыли, навредить, кстати, может сальник потекший, распредвала или насоса. Если не порвет ремешок, то может что проскочить на ремешок? Тьфу, на ремешок, на зубочек. Ну, об этом я уже говорил ранее. Поэтому твердо рекомендую и советую следить за состоянием ремня и его пространством. За его натяжением и его частотой. Ибо это сэкономит ваши денежки. Делитесь опытом. У кого рвало ремень, что за машинка была и какова была причина сего действия. И вообще, кто знает стопудово на каких авто гнет. Я думаю, пишите. Будет полезно не только нам. Вам всем остальным. Удачи. Всем пока.